Вот это вот подарок моему, подарок моему дню рождения, вот это подарок моему дню рождения, вот это подарок моему дню рождения, что написано, Филиппа Евгеньевича, Савис, Приворский край, и я испугался, я раскручу некоторых, вот опор, первый урожай, я взял телефон его, как постеснялся полностью, ну так бывает. Теперь пусть мы мало говорим о делах, вот это важнейший момент, зараза, не успел вовремя убрать, вот, итак, вначале читаем просто как учёбу, а потом я скажу, почему это очень важно, даже важнее важного, читаем, это недавно, Олег Константинович, доброе утро, я просмотрел то, что вы посоветовали исправить, видел фото, которое отправили, я исправил то, что вы советовали, добавил много в статью, добавил один из ваших постулатов, внимание, вот то, что не надо знать, вы видите, это там, не надо знать, она никогда не узнает, к сожалению, она кандидат наук, никогда, пусть травой занимается, тоже надо, корову или кому-то там, сам не знаю кому, итак, максимальная площадь листьев, всего нужного с удовольствием, вот, но, сразу своему ученику делаю замечание, фраза не закончена, вот, максимальная площадь листьев, это, есть максимальное здоровье дерева, и максимальный урожай, любое сокращение площади листьев, это те самые обрезки дебильные, вот, это уже нельзя делать, это я так, будешь меня слышать, добавил такие абзацы, особая невежество, ну чё вы, ребят, проявляют люди, которые учат отрезать нижние шкалетные ветки, так же считают не нужными, представляете, выпустил себя, про вас пишут, что это особое невежество, вот, колечит деревца, делаем голый штамп, высотой 1-2 метра, ну тут то, как ухудряется, я видел и метр, и видел 2, голый штамп, на нём 50-100 ран, крак, голый штамп, который остаётся без защиты против метров, да ещё с огромным количеством пробоя, в виде рада кольцо, сок по такому штампу продвигается вверх с огромным трудом, через дыры в стволе, изуродовал саженец, называют его правильным, в природе может свойствовать и дерево состав был, и даже с достаточно высоким, ещё раз говорю, в миллионы лет высота травы, трава закончилась, прошла, нижний ярус скелетных веток, вот, в это я добавил себя, но происходит это по той причине, что дерево недостаточно солнечного света, который снят уже забор, так, дружище, Артём, это частный случай, какого-либо здания или находится в тени больших деревьев, будет в лесу, в восьмом саду, и дерево лишь тянется выше, ближе к солнцу, всё правильно, это всё верно, но сам штамп его, это, генетическое его расположение зависело от миллиона летних пробиваний через траву редких семечек из миллиона, пробилось, и только тогда начинается, а потом бывало так, была двухметровая трава, штамп два метра, прошли миллионы лет, ну, я уже рассказывал, вот, прошли засухи, холод, метровая трава стала по колено, а штамп всё равно лезет, всё равно двухметровая будет это ещё миллион лет, не зная вот этого причины, что миллионы лет это всё устаканилось, всё это закреплялось в гене, в гене уже геномис обкреплялось, не зная этого, вот и придумали, а дерево привитое вообще штампа не имеет, ни одного сантиметра штампа, вообще нет, потому что из чего оно взято, почка из боковой ветки, вообще нет, и это позволило им, может быть, они уже и знают правду, но им теперь деваться некуда, они, например, деньги заработали, да и выгодно, полсеса, ля-ля-ля-ля-ля-ля, отрезал, ля-ля-ля-ля-ля-ля, отрезал, отрезал, вот, не думая уже не о последствиях, не думая об ответственности перед Богом, перед людьми, сколько раз, я же все бережу, я отрезал, сразу ниже ветка, раз, мёртвая, ниже этого, 20 веток отрезал, ради 20 черенков, 20 ниже с этих самых, мёртвых, вот столько мёртвых, вот столько мёртвых, а то и вот так, столько мёртвых, а не тронутые ветки, ни одного сантиметра мёртвых, и все, до самой верхушечки, до самой, все живы, да я что, слепой, вы приведите ко мне комиссию, я же все это покажу, ну, это, сегодня позвонил Александр Савиневич и говорит, я привезу к вам журналистку из Краевой газеты Красноярской, так, она у вас будет брать интервью, ну, может, хоть несколько советов таких успею дать, и дерево тянется выше к солнышку, основная масса деревьев растут с нижними скелетными ветками, которые достаточно часто располагаются, очень низко, это нормально, это здраво для дерева, такая форма кроны будет иметь меньший шанс получить повреждение с серых ветром, да, и это причина, но главная причина, что лишних веток вообще не бывает, все они производят глюкозу, это и есть самое главное. Нельзя создавать искусственный штаб, ни в коем случае резать нижни скелетные ветки. Технология пришла с юга, высокие штабы должны для того, чтобы различная техника могла проехать между рядами, а там без техники никак, их больные деревья можно спасать только большим количеством рядов химикатов, а нам такое зачем? Давайте оставлять деревья, если так, как они хотят, и будет нам их благодарен, все урожай. Вот. Ну, в общем, получается так, этот человек пишет, хочу про это главное благодарен за то, что помогаете мне во всем. Это будущий специфический журналист, сейчас я вам объясню, что, к чему, сейчас. Вот. Таких, значит, двое, пока только двое. Нет, Песоцкий мы уже упоминали, умница, талантливый, сэндосадовод. Ну, и будем уже считать журналистом. Савелья Селина Александровна. Так, вот она. Она уже не одну и десятки уже написала, мы работаем. Ну, и где бы ни ездила, она пропагандирует этот метод. К сожалению, она могла бы принести пользу тысячекратную, но бодливой корове, возможно, такой не дает. В данном случае, не бог, а люди. Вот. Еще один, я специально подчеркиваю, это очень важно. Вот. Павел Николаевич Троценко. Это уникальный человек. Он же создатель трех книг. Так. И брошюры. Вот. Талантливый человек. И все, что он сейчас даредактировал, надо выпускать миллионным тиражом, и с той стороны тогда повернется к настоящему садоводству. Вот. А тех, кто пишет, мне не хочу знать, тех за запасу придется садиться, чтобы не оказаться в дураках. Так вот, это еще один. И вот он. Тех, который написал ту статью. Я Артем Андреевич. Я убрал. Горько, но я убрал его фамилию. Проживаю в Украине, в Харьковской области, в городе Перубайске. 20 лет. Я тот молодой садовод, сообщение, которое пришел Валерий Александрович. Валерий Александрович, это старый волк, зубр, Исум. Вот. С уникальным садом персиковым. Мой друг и земляк. А теперь, благодаря ему, мне теперь есть молодой друг. Вот он. Даже сюда. Вот сюда нужно открыть, а там его канал. А я боюсь. Я боюсь. Дело в том, что между россиянами и украинцами злоба растет. Я это вижу по обывателям. Вот. Я боюсь подставить его. Родился в 21-м году, в 2003-м году. Бальчишка вроде бы. Дальше он, значит, колледж искусства, два факультета, музыкальное отделение, аккордеон, художественное отделение. Но дело в том, по диплому он преподаватель, руководитель оркестров. Но это все здорово. Но Бог ему дал то, что в свое время он записал. Это второй процент. Сегодня у нас ничего не получится. Но когда-то, может быть, он будет полезен не только Украине, но и России. И наоборот. Не только России, но и Украине. Почему я пишу? Но в Украине те же проблемы с удовольствием, что и в России. Дебильная агротехника там возобладала. я тогда вынужден сказать, что когда-то понадобится новый талант. Это точно так же, как я. Да, металл? Но мне это не помешало вырастить 30 тысяч саженцев. Вырастить взрослополучающий сад. Правда, не вовремя. Лихие годы. Которые уничтожили. Вот. Так получилось. И что сейчас перестраивать полностью всю науку? Все неправильно. И вот тогда получилось, что было два человека, я их запомнил. Голованов, журналист, и Захарченко. Если я немножко нагрел, простите меня, возраст. Вот. Из-за них я напишу, мое поколение, это поколение инженеров. Сейчас благодаря Троценко, так, вот. Благодаря, надеюсь, что пользовательных вещей будет больше со временем. Позвольте, конечно. Но благодаря моей дочке, это самое, благодаря, я уже начинаю у меня с сердца, сегодня хотел уже отменять. Ну, я с вами, благодаря очень большую работу ведет Сергеев Николай Георгиевич на Урале. Уже еще до сих пор эти, никуда не делись ролики Латинкова. По ним можно научиться всему. Вот. Потом, значит, Песоцкий, который почему-то подписывается строитель, ну, постоянно попадают свои умные ролики. Вот. Ну, это все капли в море. Я вот думаю, вот, вот это вот, все как бы, вот. И его, я тогда решил. А начну я его. Пусть он берет вот эти, вот первое, толковое статей, я подправил, теперь он эти статей, можно учить всю страну. Помнишься? схватывает на ряду. Так. И так, да, я сказал, клуб всем дачи. Вот. Вот там ты нужен, вот там твое, это, с руками этого. Когда-то печатали меня, вот этот клуб всем дачи. Что вы думаете? Артем, огромное спасибо за предложение. Вот он на статью вышел. В настоящее время ближайшее будет так же. То есть, все такое, ближайшее будет так же. Не то, что он будет лучше писать, просто ревность будет. Это значит, пошел ты нахер. Я сказал, ты не украинец, ты не русский, ты просто статью посылаешь. Все. Это значит, будет так же. Значит, пошел ты нахер. Мы работаем только с нашими постоянными авторами. В рамках плановой редакции. Ну, а дальше, помните, неудобно повторяться. Я рассказывал, у меня это все зафиксировано. Вот. От моего имени Торсенко пишет, как же так? Вы, это самое, наши фотографии присвоили другие авторы, наши. Ну, то есть, Железова. А когда он взял, прислал статьи с моими, в наших статьях уже было двоих фотографий, нас обвинили в плагианте, чтобы их присвоили. Вот так вот, ребята. Так что, еще раз, это очень важно. Вот. Как пробиться в это время практически невозможно. Почему я теряю время, казалось бы? Почему я так подробно говорю? Почему я с собой любовь отношусь к этим людям уникальным? Вот. И к таким, мы этим самым, мамы там, как, допустим, Сергея, и к таким 20-летним Артемам. Почему? Я жду, когда придет наше время. Ведь, как бы ни было, какие-то санкции, чтобы если стало отравленной продукцией, а? Ну-ка. Залейте, в любой магазин, в сельский магазин загляните. Все забито. в Шушинском, вдоль Енисея, незабеждающего, росли десятки моих абрикосов. Моих, моими руками выращены и проданы сизинцам. Урожаи сумасшедшие. Представляете? Но их несколько десятков. А домов тысячи. А где все остальные? Во-первых, большинство вообще не знают, что такое продукты. Вообще не знают. А местыство, у кого денег достаточно, ну там, ездят, в шелуре, как теперь, по вахтам, вахтовые вества, те, покупают отсюда отраву. Тогда получается, что? Тогда получается, что я это все говорю, надежда на будущее, на лучшее. Позабыте про вице, я потом расскажу, в следующий раз. Позабыте про вице, я потом расскажу, Продолжение следует...